На участке определено 6 этапов ремонтных работ. В настоящее время выполняются первые и вторые этапы. СГК запланировала поменять трубы, строительные конструкции тепловых камер и тепломеханическое оборудование. Магистральная сеть снабжает теплом завод ЖБИ-4, а также три десятка многоквартирных домов, две школы, два детских сада. Работы ведутся с перекрытием движения на улице Комбинатской и частично на проспекте Дзержинского. Нагрузка здесь достаточно большая, потому что у нас железобетонный завод здесь и все выезды, заезды и так далее. Но тем не менее это надо, это надо терпеть, выдержать уже, сделать один раз. Ну не будем загадывать наперед, но должны сделать хорошо. Энергетикам на этом участке ремонта пришлось непросто, поэтому сроки окончания работы сдвинулись. Первое это то, что согласно тупосъемке временная минимизация, чтобы обеспечить жителей горячей водой, она была не в проектных отметках, ну то есть тупосъемке совсем не соответствовало. Мы здесь день потеряли, получается. И плюс еще то, что на прошлой неделе, конечно, ливень был, тоже немножко мы вправо из-за этого ушли. Дорожные службы, которые должны на проспекте Дзержинского закончить работы по нацпроекту безопасной качественной дороги, дождутся, когда ремонт на этом объекте закончат энергетики и приступят к укладке асфальта. Пока еще, скажем так, благоприятный период для того, чтобы качественно выполнить работы по устройству покрытия, он еще есть. Но, скажем, если нам 17 числа отдают в работу этот участок, я думаю, что до конца августа месяца мы эти работы завершим. Главное, чтобы не подвела погода, которая в Новосибирске в конце лета бывает очень неустойчивой. Впрочем, без дождей полторы-две недели, которые потребуются дорожникам, так или иначе найдутся.